Добрый день! Не давайте в долг больше, чем готовы подарить. Это известная истина, однако придерживаться ее удается не всегда. Что делать, если одолжили кому-то деньги, а он не торопится возвращать? Можно пойти к коллекторам. Коллекторы предпочитают браться за подобное дело, когда у физического лица уже есть решение суда, либо они сами ведут дело в суде, рассказывают эксперты. Но если они все же берутся взыскивать долг, их услуги обойдутся недешево – от 30% от суммы долга. Можно обратиться к юристам. В этом случае придется заплатить гонорар за ведение судебного процесса. В регионах сумма вознаграждения составляет в среднем около 30 тысяч рублей, а в Москве чек может превысить 100 тысяч. В суд можно обратиться и самостоятельно, указывают участники рынка взыскания долгов. Но перед подачей заявления в суд эксперты советуют оценить платежеспособность должника и понять, есть ли у него имущество, которое в перспективе можно арестовать. Невозвратные долги образуются потому, что у кредитора нет достаточного и правильно оформленного документального подтверждения факта передачи денег или условий займа и сроков его возврата. Поэтому давайте в долг только под расписку. Это правило денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова